Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 мая, день Епифания, назван в честь святого отца Епифания, архиепископа Кипрского. Он был евреем, но повстречавшись с христианином Клеовиев, уверовал во Христа. Случилось это так. Мать попросила продать упрямого осла. Отшел по дороге, сбросил отрока Епифания. Он не мог встать и лежал горько плача. Клеовий подошел к нему, ощупал бедро и перекрестил его трижды. Точа же Епифаний выздоровел и встал. Затем Клеовий обратился к ослу и молитвой умертвил его. День был известен тем, что люди в старину произносили заговоры от пожаров и молнии, поскольку в это время было много гроз. На прудах и озерах к этому времени распускались белые кувшинки. Кувшинку называли одолень травой и считали, что она помогает излечиться от большого количества заболеваний и даже избавляет человеческие души, очищая дома от нечисти. Также считали, что они связаны с русалками. Ночью водят хороводы, а днем превращаются в цветы. Отвар кувшинки одоленя использовали, чтобы лечить зубную боль и отравление. Собирали кувшинку в строго определенное время и при этом обязательно затыкали уши. Перед тем, как сорвать, ласково разговаривали с ней, потом быстро срывали цветок. Острым срезать кувшинку было нельзя, так как считалось, что стебель истекает кровью и это убьет русалку, за что другие русалки могут на дно утащить. Когда отправлялись в дальнюю дорогу, кувшинку обязательно брали с собой. А в ночь перед путешествием обязательно произносили специальный загор и только потом можно было отправляться в путни, думая о неприятностях. Сегодня девушки надевали сарафаны красного цвета и отправлялись водить хороводы вокруг Рябины. Это неспроста, так как Рябину в древности наделяли магической силой и считали оберегом. Рябина защищала человека от несчастья, сглаза, помогала найти путь домой и ее всегда старались посадить недалеко от дома. Приметы. В этот день в воду вставили ветку Рябины. Чем дольше она простоит, тем более удачлив будет человек. Если заблудился в лесу, сорви ветку Рябины и она поможет найти путь. Теплое солнечное утро без дождей, лето будет сухим, пожароопасным. Двадцать первые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас самое приятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!